Вот такие булки я готовлю на завтрак, чаю на каждый день или детям в школу. Они очень легкие, мягкие и воздушные. Уверена, вам понравятся наши сегодняшние рецепты, вы будете готовить для своей семьи. Ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал. А я буду готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры. Поехали! Привет! С вами Домашняя Кулинария. И сегодня у нас бесподобный рецепт выпечки, для которого понадобится дрожжевое тесто. Я в мою миску вливаю 1 стакан молока. Это 250 мл молока. Молоко теплое, приблизительной температуры нашего тела. Или если у вас есть термометр, это молоко где-то 35-37 градусов. Сюда же я добавляю 1 чайную ложку с горкой дрожжей. Это 6 граммов дрожжей. А также я сюда добавляю сахар. Добавляем 80 граммов сахара. Вот так немного перемешаю до растворения сахара. А теперь нам понадобится 2 яйца. 1 желток я отделяю, чтобы смазать нашу выпечку. А 2 белка и 1 желток я добавляю в нашу миску. Сюда же я добавляю 50 мл растопленного сливочного масла. Я растопила буквально 30 секунд в микроволновке. Вместо растопленного сливочного масла можно взять растительное масло без запаха. Все это я снова вот так вот перемешаю. А теперь я сюда добавляю пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешала. И последнее, что нам осталось, это мука. Я добавляю 2 этапа. Сначала добавляем первую половину муки. Все хорошо перемешаю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. После чего добавлю оставшуюся муку. И перейду к замесу теста руками. Вот так я все хорошо перемешала. Добавляем оставшуюся муку. Ну а теперь убираю лопатку. Сначала замешиваем тесто в миске. После чего перейду к замесу теста на столе. Ну вот, посмотрите, какое мягкое, чуть липнущее к рукам тесто у нас получилось. Тесто ни в коем случае не забивайте мукой. На наши качества ингредиентов уходит 500 граммов муки. Все зависит от свойств муки и от размера яиц. Ну а теперь я беру миску. Помещаю тесто в миску, покрываю салфеткой и ставлю в теплое место на 60 минут. Я ставлю в духовку при включенной лампочке. Если у вас нет лампочки, включите духовку при температуре 30-40 градусов. И оставьте тесто обязательно поднимется и увеличится в объеме. Прошел ровно один час. Вот, посмотрите, как хорошо поднимается тесто. А теперь я немного подпыляю стол и переношу тесто на стол. Ну а теперь я сделаю легкую обминку. Собираю все края теста к центру. Ну вот, посмотрите, какое приятное на ощупь воздушное тесто у нас получилось. А теперь я этот шарм немного вот так вот раскатаю, для того, чтобы разделить их на 12 равных частей. Сначала вот так вот раскатаю в колбаску. Ну вот так вот я хорошо раскатала и разделю на 12 равных частей. Сначала пополам. Ну и теперь каждую часть я буду закатывать вот в такой вот шарик. Вот в такие шарики я закатываю все порции теста. После чего покажу, что мы делаем дальше. А теперь покажу, как мы будем формовать наши булочки. Я отложу наши колбаски, беру один из колбасков и начинаю вот так вот раскатывать колбаску. Закатали вот в такую колбаску, после чего мы должны будем его вот так вот раскатать. Я раскатала три вот такие вот полоски приблизительно длиной 30 сантиметров и шириной 7-8 сантиметров. И от одного края вот так вот вдоль полоски приблизительно пополам. Беру немного растительного масла и вот так вот смажу наши полоски вот так вот растительным маслом. Ну а теперь каждую леночку, вот эти вот две полоски, мы вот так вот заплетаем косичку. Вот в такую косичку мы заплетаем, после чего с одного края заворачиваем булитку. Расправляю лепестки, вот такая розочка у нас должна получиться. И снова беру каждую полоску, заплетаю вот в такую вот косичку. И с одного края заворачиваю булитку. Вот такие вот красивые заготовки у нас должны получиться. И я перекладываю их на противень, предварительно смазанный растительным маслом. И обязательно оставляем на расстойку, чтобы наши розочки еще выросли и увеличились в размере. Ну вот такую вот красоту мы должны будем с вами приготовить. Ну а я наши заготовки перекладываю на противень и продолжаю формовать наши булочки. Спасибо. 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 Ну и вот последние три шарики. Тесто я быстро вот так вот сначала закатаю в колбаску, затем раскатаю в полоски. От одного края вдоль полоски разделю пополам. Разделю пополам, после чего заплетаем в косичку и заворачиваем булитку. Вот такие вот быстрые красивые булочки у нас должны получиться. Ну и вот последние розочки я заканчиваю формовать. Каждую полоску смазала растительным маслом и вот так вот с одного края вдоль полоски делю пополам. Две половины заплетаю в косичку и заворачиваю булитку. Я закончила формовать все наши булочки и покажу, что у меня получается. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Вот такие вот розочки с вами мы приготовили. А теперь я взяла тот желток, который мы оставили от нашего рецепта. Его можно разбавить с одной столовой ложкой воды или молока. Вот так вот я смажу взбитым желтком наши заготовки и оставим обязательно на растойку. За это время яичная смазка, она подсохнет и мы получим красивый колор. Я заканчиваю смазать желтком все наши заготовки, оставляю на растойку, после чего ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке до готовности, после чего обязательно покажу, что у меня получилось. Вот такие вот булочки у нас с вами получились. Они очень мягкие, легкие и воздушные. Еще очень горячие. Обязательно покажу, как они выглядят в разломе. Очень удобно готовить чаю на завтрак или детям в школу. Ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт, вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите в комментарии ваши отзывы и делитесь рецептом в соцсетях. Всегда ваша, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!